Здравствуйте! Это программа «Официальный разговор». Мы находимся в студии Краматорского бюро. Меня зовут Алена Грамова. Я с огромным удовольствием хочу представить гостя нашего сегодняшнего эфира. Дмитрий Юрьевич Узун, заведующий отделением сердечно-сосудистой и рентгеновоскулярной хирургии. Здравствуйте! Добрый день! Спасибо, что вы с нами. Дмитрий Юрьевич, расскажите о той новости, которая уже пестрит, скажем так, всеми изданиями последние пару дней. На что вы получили лицензию? С 2019 года в Украине пошел большой толчок в развитии трансплантологии. Пошел большой толчок и фактически впервые, начиная с начала 90-х годов, в Украине была проведена операция, первая тогда на тот момент, сейчас их уже несколько десятков, по трансплантации сердца. Под это была полностью подготовлена юридическая база и по стране начали организовываться центры трансплантологии. На сегодняшний день все те центры, которые занимаются трансплантацией, они входят в пилотный проект МОЗа. И это те центры, которые имеют возможность и техническую, и кадровую для комплексной пересадки органов, в частности почки, в частности сердца, в частности печень. Да, безусловно, для одних людей проведение данных операции это трагедия, для тех людей, которые, к сожалению, являются донорами. Но для тех людей, которым можно спасти жизнь, а один донор это по меньшей мере три, иногда четыре спасенных жизни, это, конечно, решение вопроса. То есть, если до 2019 года основная масса людей по трансплантации сердца вынуждена была ехать либо в Беларусь, либо в Индию, то с 2019 года эти операции начались. Буквально на этой неделе нашу больницу включили в пилотный проект МОЗа по трансплантологии. Сейчас наши сотрудники проходят обучение, обучение трансплант-координаторов, обучение лабораторной диагностики, обучение неврологического и реанимационного сопровождения данных пациентов. Безусловно, первые операции мы планируем, и мы уже вели переговоры, проводить с нашими киевскими коллегами, потому что залог успеха пролеченного случая – это не только проведение самой операции, но это и ранний послеоперационный период, и отдаленный послеоперационный период. И мы надеемся, что в ближайшие месяцы у нас получится сделать то, что мы хотим, потому что потребность достаточно немаленькая. Достаточно большое количество жителей региона находится на системном гемодиализе. Это пациенты, которые потенциально требуют пересадки печени, попочек, простите. Мы ежемесячно видим 2-3 пациента, которым требуется пересадка сердца. На сегодняшний день они ездили в Киев, в Запорожье и становились на очередь там. В ближайшие, я думаю, несколько месяцев они смогут начать становиться на очередь здесь и, соответственно, дальше уже принимать решение о проведении операции у нас. Сегодня о каких новых операциях, о каких новых программах мы можем говорить? Ну, для начала. Для начала у Донецкой области еще с 2015 года существуют меморандумы о сотрудничестве с ведущими кардиохирургическими центрами страны. В частности, это Институт Амосова Киев, это Центр Сердца Киев, это Институт Зайцева Харьков, это ДУС Державного управления с правом президента Киев. Это те центры, из которых к нам приезжали, приезжают, я надеюсь, будут продолжать приезжать, те специалисты, которые совместно с нами, иногда в формате обучения, иногда в формате совместных проведения операций, оказывают помощь жителям нашего региона. Те операции, которые на сегодняшний день выполняются у нас, это даже ряд операций, которые до 2014 года не выполнялись в Донецке. Это эндомаскулярное протезирование клапанов, то есть классическая операция по замене клапана сердца, это операция на открытом сердце с использованием аппарата искусственного кровообращения, достаточно продолжительным реабилитационным периодом для пациента и определенным количеством возможных осложнений. На сегодняшний день уровень нашего оснащения, уровень нашей подготовки позволяет данной операции проводить через маленький разрез и последующий прокол в артерии и в ноге. По этому же принципу выполняются операции по протезированию орты, грудного отдела орты, брюшного отдела орты. Сосудистое протезирование. Эти операции, в принципе, для Украины достаточно эксклюзивные. Достаточно эксклюзивные, они не так давно начали применяться на территории Украины. Отчасти это связано с финансированием кардиохирургических центров, отчасти это связано с тем, что кардиохирурги только овладевают ими. Ну, к примеру, в Германии до 80% пациентов, которым требуется замена ортального клапана, эти операции проводятся эндоваскулярно. У нас таких операций в год в Украине осуществляется несколько десятков, то есть потенциал крайне велик. Те направления, которыми мы занимаемся с точки зрения малоинвазивной хирургии, это не только протезирование клапанов, это эндоваскулярное лечение новообразования, это современное лечение опухолевых процессов, которые можно провести путем эмболизации, то есть перекрытия полностью просвета сосуда, который питает опухоль, и достаточно неплохими отдаленными результатами. Безусловно, это, к сожалению, показано не всем, но при правильном подборе пациентов это достаточно дает неплохой эффект. Если мы говорим о сосудистых протезах, я вот просто сейчас вспоминаю, вы говорили о том, что вот сами эти протезы, они не очень-то дешево стоят, скажем так, и они были куплены за областные деньги. Да. Сколько удалось в прошлом году или, возможно, уже в этом году сделать таких операций и помочь людям? Ну, если брать прошлый год, этот год суммарно, то чуть более 15, потому что, да, действительно, данные протезы, они достаточно дорогостоящие, они достаточно дорогостоящие, в принципе, для приобретения самим пациентам. И МОЗовские программы по выделению расходных материалов, областные программы, они в должном объеме на сегодняшний день не покрывают всю ту потребность, которая есть. Но могу сказать точно, что из года в год тенденция к тому, что количество этих протезов, которые закупает государство, растет. Растет, и мы надеемся, что постепенно основная масса подобных пациентов и их лечение перейдет в плоскость от большой открытой хирургии, в плоскость эндоваскулярной, потому что для пациента это безусловный плюс. Ну, если коротко, расскажите о такой программе, которую вы сказали, стартанет в ближайшие дни стоп-инсульт. Что, о чем она? Это современное лечение острого нарушения мозгового кровообращения. То есть вот на сегодняшний день уже тривиально в Украине пациенты, у которых происходит острый инфаркт, все понимают, что если пациент попадает в так называемое терапевтическое окно, то есть определенный временной промежуток, им требуется экстренное восстановление просвета сосуда, который питает сердце. Тогда, если это произведено в определенные часы, то минимализируется участок поражения и достаточно хорошие отдаленные эффекты данных операций. Соответственно, в этом же ракурсе в Украине постепенно развивается лечение острого ишемического инсульта. То есть, как правило, причиной острого ишемического инсульта является закупорка той или иной артерии, которая питает головной мозг. Если пациент своевременно обратится в центр, который может проводить массированную тромболитическую терапию, то есть введение препарата, которое направлено на разжижение тромба, либо если данная терапия не увенчалась успехом, то механическое эндоваскулярное излечение тромба из артерии, питающей головной мозг, то при своевременном лечении практически может на нет сойти весь неврологический дефицит. То есть, другими словами, если своевременно пациенту излечит тромб из артерии, питающей головной мозг, то, возможно, не будет вообще для него никаких последствий, не будет вот этих вот пресловутых нарушений речи, не будет нарушений двигательной активности. И в связи с этим, с помощью областных властей, с помощью Департамента здравоохранения Донецкой области, руководством нашей клиники, принято решение, что наше техническое обеспечение на сегодняшний день может в полном объеме помочь проведению данной программы. И мы планируем в ближайшее время начать программу «Стоп-инсульт». Замечательно. Ну и в завершении мы уже очень много тоже в последние недели говорим о начале строительстве многопрофильной больницы, о ее масштабах, о том количестве специалистов, которые там будут находиться. Вот как видите вы уже дальнейшую вашу работу в стенах где-то через три года, ну плюс-минус, по завершению строительства этой больницы? Ну я могу сказать от имени всего своего коллектива, что коллектив, ну, наверное, будет несколько громко сказано, но тем не менее спит и видит, как перебраться на адекватные площадя. Потому что тот формат работы, в котором мы сейчас находимся, мы выполняем роль кардиохирургического центра, сосудистого центра, кардиологического центра, теперь уже будем выполнять роль и нейрососудистого центра. Это крайне проблематично на тех площадях, на которых мы находимся. Это неправильно, это проблемно и есть определенные технические сложности. Мы очень надеемся, что в ближайшие годы мы переедем туда, когда будет расширение нашей службы, когда будет разделение нашей службы на определенные структурные подразделения. Мы надеемся, что нас туда пригласят и на новых площадях, на новом оборудовании мы сможем ту помощь, которую оказываем сейчас, оказывать еще большему количеству пациентов, потому что вся потребность не перекрывается. И следуя современными европейскими и американскими практиками, как это должно быть. Спасибо вам огромное. Спасибо, что были с нами, рассказали о достижениях нашей работы. Наша область все-таки имеет свои особенности после переезда из Донецка. И все равно мы держимся, все равно продолжаем работать. И вы делаете такие уникальные операции, насколько мы понимаем, не только в Донецком регионе, но и, собственно, для масштаба всей Украины. Спасибо, что были гости в нашей студии. Хотела бы напомнить, что мы сегодня говорили с нашим гостем Дмитрием Юрьевичем Зун, заведующим отделением сердечно-сосудистой и рентгеновоскулярной хирургии. Подписывайтесь на официальный разговор на YouTube-канале, смотрите наши новости в социальных сетях, берегите себя, и мы обязательно встретимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова